Очередь из доноров в краевой станции переливания крови – дело обычное. Но сегодня желающих особенно много. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции в крае проводится всероссийская акция «Автомотодонор». Вообще один донор может спасти три жизни. От одного донора можно заготовить три компонента крови. Это эритроциты, плазма и тромбоциты. То есть, насколько это важно – быть донором и спасать сразу три жизни. В России за год происходит больше 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий. И банк компонентов донорской крови постоянно необходимо пополнять. Только в Приморье с начала года произошло 103 ДТП с участием мототранспорта. В Приморском крае у нас отмечается рост ДТП с участием мототранспорта и водителей непосредственно тоже несовершеннолетних. Хочется родителям напомнить о том, что у несовершеннолетних должны быть водительское удостоверение нужной категории. И когда родители приобретают несовершеннолетним данный вид транспорта, они должны помнить о том, что они несут колоссальную ответственность и какой опасности они подвергают своих детей. Поэтому берегите себя и своих близких. Поэтому уже традиционными участниками акции стали не только сотрудники ГАИ, но и представители байкерского сообщества. Среди них уже опытные доноры и новички. Виктор Игнатьев первый раз сдает кровь и все фиксирует на видеокамеру. Ну конечно, в соцсети же это все нормально, в ВК будет выложено. Как я заходил сдавать кровь, пускай люди знают и тоже потом приходят и сдают кровь. Его коллега по увлечению приходит в пункт переливания уже в 45-й раз. Юрий больше 15 лет, является донором и останавливаться не планирует. Сегодня за свой вклад получил памятную монету. Очень приятно от станции переливания крови, такой знак. Будем носить, также на жилеточку его прикреплю. Жилетка является лицом байкера, поэтому будем пропагандировать это направление. Роман Варченко специально приехал из Большого Камня, чтобы сегодня поучаствовать в акции. У многих доноров можно увидеть абсолютное хладнокровие. На лице молодой человек только что убрал телефон абсолютно без страха. Не боитесь, вот прям совсем никакого дискомфорта? Вообще никакого. Как будто я для этого и рожден. А часто сдаете кровь? Ну, стараюсь раз в два месяца. В Приморском крае более 17 тысяч доноров ежегодно приходят, чтобы внести свой вклад в помощь совершенно незнакомым людям. Вы сегодня здесь оказались только в рамках акции или вы постоянный посетитель? Ну, сегодня 10-й юбилейный. Ничего себе, мои поздравления. Пока снимали сюжет, выяснилось, что оказывается, мои противопоказания по зрению после операции уже недействительны. Я могу попробовать сдать кровь. Собственно, сейчас этим займемся. Снился и паспорт с собой, поэтому преград нет. Заполняют документы. Первичный анализ, гемоглобин в норме. Уточнили также группу крови. И можно в кресло. Пока я бегала, сдавала кровь и заполняла документы, было не так волнительно, если честно. Это первая моя сдача крови. Обычно говорите людям, которые в первый раз приходят кровь сдавать. Не волнуйтесь, успокойтесь, все будет хорошо. Мне стало легче. Уверена. Да, да, сразу как-то так спокойно. Сколько занимает процедура? Около 10 минут. 10 минут. А если вдруг мне станет плохо, что вы будете делать? Помощь оказывает вам. Оказывать помощь никому не пришлось. Профессионализм специалистов не дает даже шанса испугаться. Все закончилось очень быстро. На самом деле, действительно незаметно. И очень надеюсь, что мои 450 мл крови кому-то помогут. Всех желающих помочь ждут с 8.30 до 12.00 на краевой станции переливания крови по адресу Октябрьская, 6.